Этот ролик пришлось перезалить, так как ложью один утырок в белой горячке решил уничтожить мой канал, кинув три страйка. Так как сперва я был не в курсе, как правильно подавать апелляции, то оформил первый раз неправильно. Из-за этого, видно, не приняли. Два остальных я спокойно отбил. Но так как я не знаю, получится ли с этим, то решил перезалить. Все-таки он был первоначальным в серии Слободяновских грез. На этом всем я сегодня вам покажу азы взаимодействия магнитных полей. Надеюсь, у вас у многих с мозгами наконец на место все встанет. Ну, не многих, может, некоторых. Но главное, что хомячки должны сегодня прочувствовать весь оргазм, который они хотели. Вот это все. То, что успею в первом выпуске. То успею, что не успею, значит, будет во второй, третьей части. Я не знаю, сколько я частей сделаю. Ну, поехали. Всем доброго дня. В связи с весенним обострением и неких благоприятных условиях, тюрктовирус активировался в тех местах черепушек, где должен быть мозг. Виртуальное заражение добровольцев приняло уже параноидальный характер. Магнитная халява и постоянные фейковые вбросы поднимают пену над унитазом, угрожая взрывом мозга. И, конечно, на этой волне гнилого брожения появились новые персонажи, пытающиеся ложками зачерпнуть ее как можно больше. Появились тиркоклоны, как опухоль, которые своими метастазами добрались до самого сокровенного – логики мышления. Превратив тиркосектантов в зомби к быдлам. Такая своеобразная шобла дебилов, выпущенных из инкубатора. Но прежде чем начать реальные показы взаимодействия магнитных полей, хочу спросить у предводителя секты – тирктоноидов. Болезный. Пожар в Одесской психиатрической больнице. Там огонь охватил одноэтажное здание на площади 500 квадратных метров. Пришлось эвакуировать 60 человек. Борьбу с огнем ввели 11 единиц спецтехники и 40 пожарных, а на полное тушение ушел один час. И вот что интересно. 16 апреля горела психушка, а 15-го Андрюха закидывает ролик про Чернобыль. Тут месяцами топит за магниты и вещняки, а тут раз – и Чернобыль. Совпадение? Вот представьте себе, я ровно два месяца назад опубликовал первую часть разоблачения аферы века двух поддельников Андреев – Слободяна и Тирхун. Правда, Тирхун попытался запетушиться, так как в первой части была только подготовка разоблачения. Но тем не менее, его секта предприняла атаку и попыталась задизлайкать это видео. Ведь как же так? Тема Слободяновского вещняка прямо – священный Грааль, а я тут со свиным рылом. Но после моего второго выпуска 13 марта и третьего выпуска 19-го, Андрюха ушел в глубокий запой больше, чем на неделю. Хотя до этого выдавал свои дерьморолики, просто по нескольку раз в день. Возможно, белку поймал, и его заперли в родную палату на недельку. И вот выпустили 20 марта. А он под впечатлением от действий санитаров решил запилить очередной бред про скутер. И в суе, конечно, обо мне обмолвутся. Видать, знатно я его туда зажарил. Тут у него, как обычно, сработал инстинкт одесского гопника переводом стрелок. Вместо того, чтобы попытаться грамотно меня опровергнуть, хотя откуда у Шизика грамотные действия, ну или согласиться с железобетонными доказательствами раскрытия аферы. Он, как в детском садике, пискнул. Да ты сам дурак. И предложил очередной фейк. Андрюха, а как же с раскрытым фейком? Что в кусты? Но тем не менее, он под впечатлением дурки, явно его там током обрабатывали, перевел стрелки на меня 21 марта, рассказал о собственных впечатлениях, как о сторонних. А 22 марта подкинул сектанта, соплиста, который сопли по моей душе размазывал по всему экрану. О нем все-таки я постараюсь выпустить отдельный ролик. 24 марта Тиханоид снова решил совершить еще один слободяновский сброс про моторы. И, как обычно, сплошной понос про нефтяных магнатов, да всемирный заговор. А вот еще всех стал в путиноиды записывать, кто против его бреда идет. Кстати, вы в курсе, что 9 мая, ровно 3 года, как этот мошенник, начал свою деструктивную деятельность в Ютубе. И обратите внимание, за эти 3 года вообще ничего не изменилось с его шизоидом посыльем. Все те же магнаты, все те же запреты. И бесконечное перечисление якобы существующих моделей Вечняков и БТХ. Хоть на шаг за эти 3 года этот аферист приблился к реальности. 3 года сплошное втирание и загаживание мозга по методике Окон Авертона. Он же признался сам, что служит матрице. То есть все тому же мировому заговору. И тем же нефтяным магнатом. Я еще год назад в одном разоблачении по его бреду тогда говорил, что он не мессия, а сусанин, ведущий вас в болото. Так вот, я немного ошибся. Не в болото, а в трясину. И отмороженные сектанты там уже завязли по самые уши. И в агонии пускают пузыри. Ладно, вступление закончено. А теперь к реалиям. Начнем со слабых взаимодействий. Ну и чем мы будем сегодня замерять это все? Вот у меня три датчика, про которые я говорил уже. Вот несколько приборов. Это все будет задействовано. И есть магниты всякие. Ну вот возьмем магниты, к примеру, от винчестера, 5-дюймового. Посмотрим, что у него тут творится. Многие, наверное, знают, разбирали. Я просто констатирую, как есть. Именно как этот приборчик работает. Вот это слабые магниты. Вот еще такие. Вот у меня составной. Тут 25-й. 5-й миллиметров. Этот, соответственно, работает значительно больше. Это такой же, только одиночный. Это триггерный. То есть он переключается только тогда, когда есть другое поле. Это я вам все показывал. Вот это был макет у меня когда-то. Вот я его довел дома. Тут 8 датчиков холла. 3144. Одни идут на юг, другие идут на север. 4 штучки. Они подпилены. То есть всего у них охват где-то 12 миллиметров. От одного до другого. То есть где-то шаг по 3 миллиметра. И между ними около миллиметра тоже. Тоже, в общем, корпуса спилены и так. И сжаты друг другом. Получается где-то погрешность миллиметров друг от друга. Так как они один и второй ряд стоят. И 3 миллиметра друг от друга вот здесь, по этому ряду. Естественно, будет у нас и вот этот индикатор. Который нам тоже что-то показывает. Это пока и для начала. Потом будет все подробнее. Теперь, что я хочу показать. Ну, та сопливая красавица, которая там что-то тявкала на меня. И гениальное нашло взаимодействие магнитов. То есть однополюсные магниты. Вот я вам показываю, что значит однополюсные магниты. Вот двойной магнит тут север-юг. Берем магнитик. У меня тоже есть однополюсные магниты. И смотрим сюда, сюда. Так, то что этот магнит, это вы видели. Переворачиваем. Опять та же картина. Туда-сюда. Берем другой магнит. Тоже однополюсный. Прилипло. Прилипло. Переворачиваем. Переворачиваем. Однополюсный. Или какой он. Ну, это магнит. Проверяем. Вот у него южная часть. Переворачиваем. Северная часть. Магнит. Магнит. Бачком его. Все по-честному. Но, тем не менее, что он получается? Однополюсный, что ли? Можно и так его сложить. Можно и так. Редак. Мало этого. Берем другое. Перевернули. Положили. Тут, конечно, крепкий магнит. Тяжело тут вращать. Так или это. Как вам надо? По-любому. Еще раз тот берем. Один полюс. Второй полюс. Ребята, у нас односторонние магниты. Валом просто. Берем и используем. А что на самом деле? Просто это крепкий магнит. А этот слабый магнит. Этот его перемагничивает. Соответственно, нейтрализуется временно полюса и идет захват этим магнитом. Все. Все секреты. Но хомячки, особенно когда мозгин и бекринь, из этого делают сенсацию. Так, сам эту сенсацию убираем. Ну, вот еще покажу этим. Вот один магнит. Видите? Все показывает правильно. Два полюса. Этот тоже самое. Два полюса. Вот одно. Вот вторая сторона. Вот боком. Вот такая проза жизни. Сами не знают, чего делают. Вот даже, почему я тут отвертки приготовил. Вот они тоже немножко намагничены, эти отвертки. Сами знаете, обычное дело. Особенно, когда магнитов много. Но это слабенько. Но он магнитит. Вот и тут железка. Шурупчик. Так, ну вот это у нас немножко намагничено. И даже полюса имеют. Это все слабые взаимодействия. Вот если присмотреться, видно, что он имеет какие-то свойства магнитные. Вот. Но смотрим. Вот смотрим, как он хоть немного, то он намагничен. Чуть-чуть цепляет. И вот он, типа магнит. Ну, правда, тут железо такое, которое легко намагничивается. И, естественно, как бы его ни было, можно и так, и эдак класть. Вот с этим почти та же картина. Только они, конечно, лучше намагничиваются. Держат свои магнитные свойства. Но, тем не менее, они слабенькие. Вот такая картинка. Что между собой? Им без разницы. Что с сильными магнитами? то же самое. Теперь идем дальше. От простого к сложному. Переходим к главному. Вот у нас устройство. Я сделал. Ну, основание для того, чтобы было устойчиво. И вибрация была поменьше. Это движок, который я вам в прошлые разы показывал. На разоблачениях. Отвижок на 30 ватт, 220 вольт. Это был от вентилятора. И у него вот была крыльчатка такая. Правда, она была длинная. Я обрезал, оставил одну секцию. Их было 4 или 5, не помню. И поставил сюда 6 магнитов. Сперва мы на них вручную посмотрим. А потом заведем. Значит, вот они. Вот так они расположены. И вроде все красиво, все в порядке. Но так как хомячки не имеют вообще ничего за душой. Ни ума, ни разума. Ни подручных средств, инструмента. То вот смотрим. Вот я прижимаю до конца. Чуть-чуть на миллиметр отвожу. И крутим. И что у нас происходит? Магниты поернуты к нам южную сторону. Но проскакивает север. Поверху магнитов. Снизу. Посередине. Вот такая беда. 6 магнитов, достаточно сильных. Я тут наращивал их. Тут можете не беспокоиться. Тут я их делал больше. Но подвеска тут очень такая хлипкая. Поэтому у меня тут их разбрасывает по сторонам. А закреплять нет у меня желания тут возиться с этим всем хозяйством. Все равно оно одноразовое для показа. Вот. Достаточно вот этих 6 магнитов. Вот у меня куча катушек, которые я покажу. И мы с ними взаимодействуем. Так. А сейчас пока показываю, как датчики работают. Вот я этим замеряю, потому что тут сюда между ними не влезет. но на всякий случай проверяем, смотрим. Вот такой должен быть инструмент. Или такой у исследователя, который занимается магнитами. Это обязательно должно быть. Но оно не показывает полюса. А к сожалению, эти дятлы, которые долбятся в эти магниты и не знают, что с ними делать. Даже не знают, где полюса на них какие. Ничего не соображают, придурки. Теперь включаем. И сперва я показываю скорость вращения 1400. Ну, это вот движка это его стандарт. 1400. Тут, конечно, 6 магнитов будет показывать вот 8500. И что у нас такое, для чего я это показываю? Во-первых, какая скорость здесь взаимодействия значительно больше, чем в обычных приблудах, которые там пытаются хомячки что-то делать. Достаточно раза в 2-3. И если посчитать 6 магнитов, я для чего то, что приборы это где-то 140 герц. У меня приборы заточены на 400 герц. Калиброванные. То есть он может и больше и на килогерц работать нормально, это гарантированно. и теперь что мы смотрим. Вот я намотал две катушки. Одна 800 витков, вторая 800 витков, но здесь 0,48 провод, здесь 0,28. Витки одинаковые. И сопротивление получается этой катушки 9,5 Ом. Это 18 Ом. То есть два раза почти. Вот эти катушки готовые, взятые. Это вообще от электромагнита. Это тоже своеобразный электромагнит, только вот сердечником полностью в корпусе. это взятые две обмотки от трансформатора маленького, просто снятый и все фирменный. Это сетевая 220 вольт, 360 Ом. Это было наверное на 12 вольт, 3,8 Ом. Для чего это все показываю, что и окна тут разные, зазоры и ширина и толщина и высота и все остальное и витки. Все разные. Начнем наверное пока с этого. Как правильно все это делать и замерять? Что вам показывают фейкодрочеры? они вам показывают или короткое замыкание или напряжение холостого хода. Потом это все перемножают и говорят ох какая красота. Нет мы будем все делать по-честному или так как надо делать. То есть вот я беру катушку 800 витков на 18 Ом. Да мы сейчас замерим как это делают хомячки. Я специально здесь ничего не делал никакого крепежа для этого потому что куча катушек разных разной диаметры все это тут не доберешься нормально никак и вот теперь смотрим ток ток короткого замыкания 180 190 ну пускай будет 200 миллиампер 0 2 ампера это это если мы фактически вплотную вплотную его подложим если так ставим а если так по видео это можно быть потом всегда отмотать посмотреть на самом деле какие параметры я запоминать не буду около 100 а как там у слободяныча еще вот так стоят вот так стоят редак вот 100 миллиампер в общем так 200 почти можно выловить а так где-то под 100 то есть два раза меньше я уж не говорю про всякие вот такие углы теперь меряем хомячковое напряжение и смотрим что у нас получается ну почти 5 вольт в общем прыгает до 5 вольт хотя 4,5 в основном вот это классика без всяких извращений без всяких тут хитросплетений обычная катушечка 800 витков 0,28 провода следующий экземпляр мы возьмем вот этот уже 0,48 витки те же соответственно назначить на габаритнее и естественно так как здесь хомячки обычно не понимают сколько надо чего какие размеры соответственно я тоже взял произвольную вот удается получить из-за того что здесь намотка значительно глубже соответственно использование магнитного свойства или взаимодействия кпд соответственно ниже то есть толку значительно меньше ну 2,5 вольта где-то опять кезе ставим козу и смотрим в общем толку с этого мало сплошная беда берем на 220 хрен знает сколько витков но тысяч пару тут точно есть и провод здесь конечно где-то на 0,07 или 0,05 40 40 где-то даже больше больше 40 меряем напряжение 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 22 23 вольта маленький да удаленький напряжение большое ток малый можем еще здесь это на 12 вольт электромагнит клапану ну 2 с чем-то вольта опять же тут кпд низковат из-за того что длинительное понятно так сердечником я не буду потому что залипнет на магниты тут все рассыпется у меня уже было такое так значит вот я это померил это померил а теперь мы измеряем так как надо измерять то есть мы берем катушку вот это более самое менее подходящая то есть она не сильно широкая оптимальные витки оптимальный провод и зазор соответственно тут как раз получается зазор по этому магниту магниты здесь 25 на 5 как я говорил здесь ставим миллиампер когда надо сперва все делают кз но надо показать какое напряжение при этом кз так тут у нас почти 200 миллиампер и 0 1 0 2 будет 0 2 вольта полтора 0 полтора и здесь 200 миллиампер вот короткое замыкание считайте какая моща тут прет теперь ну что нагрузим нормально его как полагается сделаем так мы нагрузим резистором продолжаем дальше вот сейчас у нас на 33 ома сколько 80 миллиампер 2 и 7 2 и 8 вольта так если вот так 1 и 5 или на 6 вольта 10 миллиампер рубом чтобы было более понятно наклонил покажу как это 80 то есть напряжение просаживается ток просаживается даже при такой нагрузочке мизерной да еще кое-что покажу забыл что было яснее вот наклоняю приходится цепляет слишком близко если так и вот расстояние к примеру чтобы знали тоже так вот видите вот на этом расстоянии устойчивое взаимодействие это сантиметра два где-то я приближаю и уже на сантиметре где-то идет и другой полюс и вот вам такая характеристика главное запоминайте что у вас творится это вы ни слухом ни духом теперь вот это вот показываем вот смотрите как поле распределяется надеюсь немножко уже понятно какая у вас беда настигает так с катушкой поняли 33 ома ну давайте вот 12 нагрузим гулять так гулять посмотрим что у нас при 12 уже почти кз для такой катушки даже не почти кз сколько там 1 1 из 6 1 из 7 вольт а так и где-то 100 2 вот и считайте считать то умеете граждане тунеядцы вот все что вы можете вытянуть с такой катушечки можете магнитов напихать сюда больше в два раза больше магнитов будет там 10 миллиметров а не 5 ну поднимите на процентов 30 эти параметры характеристики намотаете более грамотно катушку более витков побольше зазорчики все как надо сделать ну еще подумаем там поднимите на процентов 20-30 ну пускай 50 даже если в два раза у этой катушки будут параметры лучше вы запоминаете если даже в два раза будет лучше параметры этой катушки вот то что вы сейчас видите пускай не на 12 пускай на 30 у вас получается какая мощность пол ватта или еще меньше это если вы тут будете сгореться дальше а еще скорость у меня какая 1400 оборотов а в ваших этих крутилках сколько 200 300 500 500 смешно и печально ребятам ну вот еще не все наверное на сегодня все но тут далеко еще не все я вам еще не показал даже и четверти наверное того что хотел показать но просто время я уже смотрю мало так что будет следующий выпуск пока я вам поверхностно показал как можно визуализировать магнитные поля и понять их взаимодействие и конечно как правильно замерять данные катушек если вам фейкодрочеры показывают только один замер тем более плюсуют напряжение холостого хода и ток короткого замыкания показывая мощность то можете сваливать от подобных мошенников и конечно хочу констатировать что подобные фейковые магнитные двигатели типа слободяновских крутилок изначально не работоспособны так как имеют очень низкий кпд взаимодействия особенно катушки без сердечника в этом я еще буду вас убеждать реальными показами и различными замерами именно все то что вам никогда не покажут аферисты так что как минимум 2-3 выпуска по этой теме будет а теперь всем до свидания ждите следующих выпусков